Три года назад он попал в аварию. Кто он? Ваш бывший муж? Да, три года назад он разбился на машине. Окей. Он рукой пошевелить не мог. Со мной было тоже. Обе руки, обе ноги, если это кому-то интересно. Только он учился как ребенок. Работать не мог, пошевелиться не мог. Ему пришлось отпуск взять, чтобы подавать ему завтрак в постель. Что? Ему назначили физиотерапию. Здесь, в больнице. И недели не прошло. А после четвертого сеанса он пришел домой и заявил, что влюбился. Ладно, три года прошло. Короче, влюбился он. В кого я спрашиваю? А он мне физиотерапевта. Собрал все барахло, исчез. И вернулся только что по формить развод. А потом эта врачиха переехала к нам. Перебралась в наш дом. Петра. Петра. Ненавижу это имя. Но я их видела. Видела. Как они разкуливают под ручку. Знаете, что бы я сделала? На куски бы их разрезала. И распродала бы на рынке. По десять крон за килограмм. Ясно. Ясно. Что же, Анита, вопрос в том, что нам делать дальше? Я вам скажу. А вы слушайте. Выписывайте мне триокумб. Про гипнол. В каком смысле? Я же ясно сказала. Все равно вы нас не вылечите. Все равно тех, кто чувствует себя как я, все время в дерьме. У вас же для нас нет ни времени, ни желания. Так что берите свои бланки и выписывайте мне рецепты. Давайте, пишите. Дайте сюда. Дайте сюда. Вы что, не видите? Вся моя проклятая жизнь полная катастрофа. Неужели непонятно?